Я хочу много помощи, чтобы коснуться ситуации на храме Байгарея аспектом, который касается, очень касается каждого из нас. Вообще, конечно, ситуация, когда Ишмаэль сидит на храме Байгарея в отношениях права, вносительное оружие, все что угодно. История с этим, как называется, металлодетектором, металлоискателем, неважно. Все проблема. Благовещую возможность донести ножи, винтовки. Или, может быть, более широко. Он уже не совсем хозяин там. А почему он там хозяин? И это от Всевышнего, это не от Ишмаэля. Ишмаэль – это вот баспалочки. Вот баспалочки. Я хочу коснуться нескольких аспектов этого. Первый аспект, то, что уже вы упоминали неоднократно, книгу Зоа. Чтобы работать, что так как Ишмаэль сделал бритмила, он заслугивает этого бритмила, обрезания. Он получает право на Святую Землю в то время, которое находится в пустыне над нашим народом. Я хочу к этому что-то добавить. Известно, что когда Адрам Вину получил Всевышнего радостное сообщение, что, наверное, родится сын уже после Ишмаэля, то Адрам Вину попросил Бешмэля, Ло, Ишмор и Ихеда Фанеха. Чтобы Бешмэль был педерцевышним. Хорошо, что объясняет, что он педерцевышним – это богобязненность. И давайте немножко вдумаемся. Величие силы молитвы Абрама. Я просто процитирую Рамбам. Рамбам утверждает, что то касается веровединства творца, уважаемое такое Рамбам, что религия Ишмэля, в этом у нее нет недостатка. Эд Бэд Доффи. Хотя, другие религии, которые даже называются самолетеистическими, они не соответствуют понятию Ихудо-Шиба, тянения творца, которого мы получили от Всевышнего, через Тору, через Пророка. Но в этом аспекте Ишмэль чисто. Ритм пишет, что несмотря на это, если это требуют евреи принять ислам, или его убьют, он тоже должен начать смерть, потому что ислама есть другая лица, принципиально. Это отрицание Тор. Это тоже причина теории Говоря Божьей. Так, пишет, если правильно помни ритву. Это точно приводится единственное решение веры, даже если не помни имени этого. И есть тут одна глубокая вещь. Рабы Шапиева в своих уроках о 13 основ веры, пишет, говорил об этом, что вообще 13 основ веры, это все, как бы, это развитие одного единственного, одной единственной основы, называется, единство творца. Это даже намек, что слово Эхад един, один, Боги Материя 13. Есть единая основа всего, которая, детали ее по 13. Вот, этих деталей, безусловно, у Ишмойя, их нет просто, не существует, этих деталей, этих частей. Но когда мы говорим о том, что дано Ишмойя, то ему 13 основ веры не даны. Он дает единый творца, поэтому он чист. Нам даны все 13. Вопрос, в этом ли мы чисты или нет. Поэтому, я думаю, что, если мы подумаем о эти вещи, то, если мы хотим подумать, как себя укрепить, что, как бы, что нам противоставить Ишмелю на храмовой горе? Надо противоставить его вере. Цельную веру, полученную знамя от пророков, от Всевышнего, включает в себя 13 основ веры. И, в отношении этого, я скажу, вот два, очень, так сказать, принципиальных совета. Как раз спросил, удалось учредить, как вообще укрепить себя в 13-13 основах веры. Он сказал, читай книжки Хрунцхайба. В Хрунцхайбе нет книги, которая касается именно разбога по 13 основе веры. Но он был человеком, который весь этой верой жил. Поэтому, я бы сказал так, эта вера, она рассказывала между строк во всех его книгах. Потому что надо воспринять. С другой стороны, я очень советую один из моих старых учеников, «Равлейф Саврасов». Недавно перевел и издал. Игорь Мальшапира, еще до жизни его. Переводил его урок, который был в «Альшамейхе». «Рэймуна» на русском называется «Живи верой». Для человека, который хочет такую вещь, постичь разумом своим, есть там над чем поработать. И над чем поработать. Это очень принципиальная вещь. Знаете, Ромей Шапира тогда, когда он дался в просьбе своих учеников, начинающих бородить чуваев в Русаневихе. Насколько я понимаю, он над ними тяжело поработал над собой, чтобы до того киндаваться. То есть, что еще я вам хочу сказать? Мы должны завету Ишмеля противоставить целый завет, целый завет нашего народа. Это то, что, мне кажется, является более внутренним ответом, на что происходит на Храмове. Я хочу эту вещь немножко развить. Есть вообще такая страшная параллель. Но все эти вот металлоискатели, металлодетекторы, ничего не нужны. Чтобы на Храмове игор святой из святых не приносили того, что является реально прямым посланником сатаны, чтобы убить и нас убивать. Есть у нас, в каждом государстве, даже если нет еще, должна быть святая святых у нас самих. И сейчас, перед 9 авгу, кто-то знает и может узнать, есть гоморарма Сахатгитин. Есть несколько листов, посвященных разрешению Храма. Там описывается мерзкий, омерзительный поступок Тита. Он взял развратницу с собой, в разрушили храм, взял святой из святых. И там он сделал с ней то, что с ним можно было делать. Это, я бы сказал, такую вещь. Есть в Арамхале определение, в чем проявляется зло. Там есть два аспекта. Одно из них – это низменность, шифрут. Второе – это стремение лишь разрушать. В общем-то, Титус в этой ситуации, он совместился и все. Однако, есть одно очень важное замечание для нас. Пишет Абхайм Изволоженов, начальник книги на Бешахае, что действия народов мира, они не задевают вещи наверху. Они могут портить в этом мире, портить в них себя. Поэтому есть такое понятие, что наши ненавистники разрушили наши храмы. Издельское выражение – ким хат хим это хам. Он перемолол, уже перемолол ту руку. Это означает, что нашими грехами хам уже был разрушен. Разрушен. Чтобы не было никакой силы ни у Набухаднесора, ни у Тита разрушить храм. Если бы до этого он не был бы разрушен изнутри. И пишет Абхайм Изволоженов так, что когда еврей, так сказать, задумывается о разврате, помышляет о разврате, тогда еще ничего не делал, только помышляет об этом. Это хуже, это хуже, чем тоже сделать это. Потому что его мысли, его замыслы, они, да, оказывают влияние свыше. Давайте просто поймем одну очень принципиальную вещь. Есть люди, которые постепенно понимают, что не все, что хочешь, можно брать в рот. Не стоит запрета кошерной пищи, тогда требуют проверки, узнать. Почему? Потому что сегодня, надо бы сказать так, под общими кошерными названиями скрываются многие примеси, которые, мягко говоря, не кошерные. Я говорю, просто маленький пример. Меня пытались как-то почти 40 лет назад в Америке говорить, что в чем проблема курс-тамиканское печенье без всякого экшера. Там все ингредиенты в порядке. Я посмотрел ингредиенты. Пожалуйста, а что такое лярд? Значит, что такое лярд? Уже свиной жир. Это так и то, что написано. А меньше двух процентов даже не пишется. Это люди начали понимать, что нельзя полагаться на просто, ну что тут может быть. Как-то удивился мне один из моих родственников, один отец моего зятя. Это профессиональный мошгер кошер. Как я слышал, просто такое очень дорожение такое. Одна из самых проблематичных вещей, которые есть в этой кошерности, знаете что? Это томатная паста. Странно, да? Странно. Там есть около сотни разных помещений. Вкусовых такие и такие. Все теории, что, допустим, в Болгарии, на Украине, в России, там все делают естественно. Это все. Надо забыть об этом. Там везде умеют все делать. Но еще это сейчас не моя тема. Люди постепенно привыкают к мысли, что то, что берешь в рот, надо проверять, надо узнавать, надо чтобы хороший кошелок. Есть вещи, которые гораздо выше этого. Это вопрос, что мы впитываем нашими душами. Что мы впитываем в наших душах. И если каждый из нас думается про себя. Мы выросли, я бы сказал так, в местах, в атмосфере, где мы из воздуха впитали очень много вещей, которые сегодня бы очень хотелось бы полностью от них очиститься. Полностью очиститься. Но не получается полностью очиститься. Что я имею сейчас в виду? Человек работает над собой. Уже понимает в своих мыслях, что хорошо, а что плохо. И он хочет эти мысли на себя прогнать. Но как-то палкой их нельзя прогнать. Они заново возникают. И так далее. Мысли человека очень важны. Есть вопрос такой. Знаете, как излечиться себя от дурных мыслей? Есть у нас один очень большой совет. Есть Галшас. Есть такая книга, называется «Абонда Робиносона». Это метраж, комментирующий Пиркэрот. Вот в этом метраше есть в двадцатой главе первая. Брайтон. Очень такая замечательная вещь, которую надо хорошо нам усвоить. Усвоить. Эта вещь очень-очень принципиальная. Говорится так. Раби Ханания с Ганакойним, один из ответственных за священников, говорит. Тот, кто буквально впитывает своим сердцем слова тоже, из его сердца изымают, я просто пересказываю, десять дурных мыслей. Я прочту просто на Еврите, чтобы это было четче. «Кола ной сэндивра и той реалибо меватлим мемену Ир-Рай-Хэрэв». Ир-Рай-Хэрэв означает, что страх перед мечом. Перед ножом террориста, просто перед двойном, перед пулей, то же самое. Ир-Рай-Рав, мысли о голоде. А что я буду кушать? Вообще двадцать пять лет. Это не смешно. Это не смешно. Люди так думают. Помню, 21 год назад я был в Америке, познакомился с одним американским евреем, он профессором русской литературы. Не-не-не, не выходил из России. Интересно. Он не женился. Почему не женился? Около сорока лет. Но как я смогу содержать семью? Он был работающим профессором. Это называется Ир-Рай-Рав. Страх перед... А что буду кушать? Ир-Рай-Штуд. Мысли о глупости. Человек часто думает, погружается в кое-какое. Мыслит, как он будет летать на Луну, как он будет лететь на кочерге. То есть много полной чуши. Если бы показать нам фильм, то, что мы представляем со своей головой, мы точно подумаем, что это фантазия какого-то сумасшедшего. Вам знакомо это? У нас столько. Это называется Ир-Рай-Штуд. Ир-Рай-Штуд. Дальше есть точно вещи знакомые. Ир-Рай-Штуд. Помыслы о разврате. У всех есть дурное начало. Поэтому это вещи, которые у человека естественно есть, если с ними не борются. Ир-Рай-Штуд. Мысли о дурном. Буквально по-русски сказать – это полностью дурного начала. У нас их есть полно, естественно. Кому надо встать за это? Кому надо вредить за это? Знаете, скажем так. Я могу просто даже пример из школы. Подставить кнопку перед тем, кто тут засядет. Это пример, что такое замысль дурного начала. У человека позорить, у человека сделать неприятно. И у нас их хватает. Дальше Ир-Рай-Штуд. Он думает о полной чипухе, и знает, что это полная чипуха. Знакомо? Ир-Рай-Штуд. Он думает о полной чипухе, и знает о полной чипухе. Он думает о полной чипухе. Так вот, есть у этих десяти болезней одно излечение. Человек распрылся в сердце славотова. Он просто учился. Сказано больше. Не просто он торчел глазами, устами, а эти вещи впитал. Это излечение из строя, как избавиться от того, чтобы наши святые святые святые, наши сердец, ну, чтобы наши сердца, наши головы не было полны всякой мерзости. так и мерзости. Так и мерзости. Есть еще одна вещь. Вещь очень принципиальная, она касается... Вернемся к храмовой горе. Вернемся к храмовой горе. Условно, полиция была совершенно права, что необходимо там поставить для тех, кто ищет металл, взрывчатку и собачьи. Я сейчас не спорю, правильный, правильный нет, это совершенно не моя тема. Но у меня, в смысле, попытки избежать того, что произошло, они были абсолютно правы. Давайте просто это переведем на то, что касается нас. А как хорошо бы нам поставить такие вот детекторы зла на то, что мы воспринимаем из окружающего мира. Детекторы зла. Что в нас, вовнутрь, вовнутрь в нас не поступали чуждые идеи. Не поступало все эти годы десять мерзостей, которые естественны за человека. И у человека вещи естественны, тем более, когда он получает еще постоянно извне, то они у него укрепляются. Знаете, человек скажет про себя, я вот учусь восемь, пять, шесть, четыре, два часа в день. Серьезно, хорошо, мне не страшны серые волны. Ну, он очень страшный. Просто почему? А в то время, когда его голова не занята корой, то они ожидают всего десять мерзостей. Поэтому человек должен уметь себя оградить. Это никто не сделает за него. Никто не сделает за него. Чтобы в поле его зрения, в поле его слуха не попадали идеи, не попадали мысли, не попадали вещи, которые являются проявлением зла. И я думаю, что это ни для кого из нас не секрет, что мировая атмосфера, она полна зла. Она полна зла. Гораздо больше, чем, допустим, даже было, допустим, 120 лет назад. Ну, просто маленький пример в том, как все человечество пало. Я думаю, что сейчас не еврей. Мне мой взят рассказал, как эта книга. Американская, не еврейская книга. Пописывалось переживание девушки-американки, которая сидела на берегу реки. Так и никого не было. Она сняла чулки, а то отпустила их в воду. Ноги в воду. И вдруг к евросу приближается всадник. Как он увидит меня без щелок за ногами в воде? Можете представить себе сегодня кого-то, может быть, девочки из Хакашема в Иерусалима, кто так может этого испугаться? Думаю, что нет. Это была обычная американская девочка. Это было 120 лет назад. Мы должны понять, куда мир катится. Знаете, у нас есть одна обязанность. Мы должны сохранить наши сердца, наши души. Если мы сейчас не можем отстроить храм в Храмовой горе, то нам надо отстроить храм в своих сердцах. Этого нам надо, безусловно, в первую очередь впитать, впитывать то, а не что в другое. А с другой стороны, отбросить от себя все источники зла. Не было ситуации, когда мы одной рукой впитываем тору, а другой, одним ухом впитываем тору, а кроме этого и другим ухом, еще глазами и так далее, мы впитываем что в другое. Я вам скажу, это большое правило. Есть, я привел свою книгу на мой шапыр, «От тринадцати с новослужбе». Книгу издали тогда фишерон, и поверьте мне, они мне не платят за рекламу. Есть одна принципиальная вещь. Написано в конце «Мосехет Макот», вместо стиха «Вокохолококка», «Цадигма моносихе». Правильник в веру свою выдержит. И это нашел, там наши мудрецы, что на этой сноте сейчас построили все то. Есть вера Ишмаэля. Вера Ишмаэля – это, я думаю, что это причина, почему сейчас мы дома властвовали храмовые дороги. Мы можем это противоставить только одну вещь – торгу Израиля, голос Якова. И иммунатость цельную веру, веру нашего народа влачает знания, ощущения и борьбу с другим началом, которая мешает другим. Всех – это нас, естественно, вера. Это то, что нам надо заниматься. Всего хорошего. Спасибо большое.